Русский военный ролик. Я, когда это увидел, я не знал, что делать с этим. Я решил просто описать его вам словами, и заодно для особо любопытствующих я разослал его вам в телеграм-канале Михаила Штриманскиева, тоже внизу есть ссылка, зайдете, посмотрите, если захотите. Это трудно поверить, если вы не увидите это своими глазами. То есть россияне прямо реально вложились в кинопроизводство, это кинопроизводство рекламного ролика. Ну, это сейчас будет большая чушь, чем пост Ксении Собчак, то есть большая, не знаю даже какими словами, Наташа Ващенко называла бы это дичь, но для меня это театр абсурда, вот театр абсурда. Вообще театр абсурда начинается с вешалки абсурда, ну в общем, российский театр абсурда. Мальчик, сюжет я рассказываю, мальчик в некоем украинском, видимо, селе, ну предположительно, хотя тоже не совсем понятно, там не написано, что это украинское село. Давайте так, придерживаться фактов. Мальчик в селе подходит к зданию типа сельсовета, на котором висят два флага СССР, два флага СССР. У мальчика надеты на него, как знаете, вот на улицах встречали в больших городах людей живых с рекламой, да, у которых на пузе написано изготовление ключей и стрелка влево, а сзади написано, не знаю, обмен валют и стрелка вправо. У мальчика на пузе портрет Пушкина, на веревках висит портрет Пушкина, а сзади на спине портрет Гоголя. Чумазый мальчик, портрет Пушкина, портрет Гоголя подходит к сельсовету, на котором висят советские флаги. Снимает один из советских флагов и идет к дороге. По дороге в село въезжает танк. Говорят, если внимательно присматриваться, можно рассмотреть герб Украины, но честно я не рассмотрел. Видимо, имеется в виду украинский танк. Мальчик встает с флагом и портретом Пушкина и Гоголя. Загораживает танку въезд в село, чтобы, не дай бог, украинские оккупанты не прорвались в советское село. Значит, из танка, танк останавливается, из люка появляется таксист. Так, таксист, танкист, но он больше на таксиста похож. Потому что, говорит, пацан, отойди. Говорит он, заметьте, это по-русски. Этот чувак говорит по-русски, а не на украинском. Мальчик мотает головой, мол, нет. Танкист стреляет в мальчика из револьвера, снова садится за руль, едет поверх мальчика, так сказать, давя гусеницами советский флаг. Но при этом не задевая портрет Гоголя. Я думал раньше, что я видел все про российскую пропаганду. Я думал, что я прям все знаю, все видел, и меня ничем не удивишь. Но это произведение искусства меня потрясло. Я думаю, что не случайно Каннский фестиваль, Собчак, возможно, она поехала представлять этот фильм. Ну, так чего она еще поперлась на Каннский фестиваль? Там и так фильм зачем-то про русского фашиста Римонова решили снять. И показывают, и допустили к показу. Черт с ним. Но для чего они вкладывались в это замечательное короткометражное произведение искусства? Надо на «Оскар» выставить, я считаю, по уровню бредовости. Вот это что за село, в котором советские флаги висит? Это они так представляют что? Но они хотят что доказать? Что украинцы приехали, видимо, на какую-то землю, где живут, видимо, какие-то русские. Да? Ну, предположим. Типа на Донбасс. Ну, как бы они же защитники Донбасса. Ну, почему на Донбассе на Сельсовете флаги СССР, а не ДНР, не, не знаю, не Российской Федерации, Федерации, там чего-нибудь. Почему украинский танкист говорит по-русски? Почему он приехал на российском танке Т-72, а не на Леопарде или на Абрамсе? У них не было Леопардов и Абрамсов. Они же рассказывали, что они все подбили, и все у них уже есть. Как портрет Пушкина? Почему на животе портрет Пушкина на спине Гоголя? Это святые лики, которые должны как образа остановить, значит, украинских оккупантов. Гоголь и Пушкин. Гоголь и Пушкин.